Здравствуйте! С вами Тимур Акмаев и вы смотрите новостной выпуск на телеканале «Луч». Жители Красного Луча собрали коммунитарную помощь для военнослужащих, которые призваны защищать Луганскую Народную Республику. 26 февраля в здании администрации открыли пункт сбора коммунитарной помощи для военных ЛНР. Граждане приносили продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, теплое белье, средства оказания первой медицинской помощи. За два дня многие красноучане и предприниматели предприятий доставили в пункт сбора консервы, конфеты, фрукты, овощи, соль, сахар, колбасные изделия, сигареты, носки, свитера и т.д. Дай Бог, они были живы и здоровы и вернулись с победой к нам. Больше ничего мы не хотим. И спасибо им, нашим детям, за то, что они нас защищали. 28 февраля машины, загруженные гуманитарным грузом, повезли необходимую помощь для военных. Жители города постарались, чтобы бойцы ЛНР ни в чем не нуждались в такое тяжелое время для республики. Новости телеканала «Луч». Как информирует официальный сайт городской администрации, за два дня красноучане собрали достаточное количество помощи военнослужащим. Если появится необходимость, акция будет возобновлена. И об этом сообщат дополнительно. В ДНР продолжает действовать всеобщая мобилизация. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. Он объяснил такое решение военным положением в государстве, чтобы в случае необходимости осуществить пополнение боевых кадров. А в ДНР глава республики Денис Пушилин заявил, в ближайшее время выйдет указ о том, что мобилизация приостанавливается. В результате катастрофы на Равеньковской нефтебазе произошел взрыв с последующим возгоранием 200 тонн дизельного топлива. Из-за аварии пострадал охранник промышленного учреждения. Подробнее об этом в сюжете МВД. 26 февраля текущего года в 20.30 в дежурную часть Равеньковского ГОВД МВД ЛНР поступило сообщение о том, что в районе нефтебазы произошел взрыв. На место происшествия прибыли следственные оперативные группы МВД и МГБ ЛНР. Был осуществлен весь комплекс необходимых мер по обеспечению общественной безопасности. В частности, оцеплен район проведения мероприятий, перекрыто движение транспорта. На месте происшествия было задействовано больше 15 экипажей МЧС и порядка 100 сотрудников спасательного ведомства, а также несколько карет скорой помощи с медиками. Жители близлежащих домов были эвакуированы. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками экспертной криминалистического центра МВД ЛНР установлено, что взрыв и возгорание на Равеньковской нефтебазе произошли вследствие попадания на территорию объекта частей ракеты комплекса «Точка-У». По ряду характерных признаков речь идет о целенаправленном точечном выведении строя вооруженными силами Украины одного из жизнеобеспечивающих объектов республики с целью дестабилизации обстановки. Отметим, что Равеньковская нефтебаза – это один из крупных поставщиков топлива в ЛНР. На данный момент проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. МРЭО УГИ БДД МВД ЛНР продолжает свою работу в обычном режиме. Об этом подробнее расскажет сотрудник МВД. Информируем, что Управление Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД ЛНР работает в штатном режиме. Межрегиональные регистрационно-экзаменационные подразделения осуществляют прием граждан согласно установленного графика работы, без изменений. Сотрудниками указанных подразделений предоставляется весь спектр услуг, а именно регистрация, изменение учетных данных, транспортных средств, оформление, выдача и обмен водительских удостоверений, прием теоретических и практических экзаменов. Все процедуры проводятся в максимально сжатые сроки. За актуальной информацией следите на сайте МВД ЛНР. Началась шестидневная рабочая неделя. В связи с международным женским праздником 8 марта жители республики будут работать в эту субботу, а в воскресенье, понедельник и вторник выходные дни. На этом наш новостной выпуск подходит к концу. С вами был Тимар Акмаев. Всего доброго, мирного неба, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!